Для меня что главное? Для меня главное, чтобы вы были счастливы, дорогие мои телевизионные и уже интернет-зрители. Вот, к примеру, простой вопрос. Как можно отремонтировать Субарика? Подешевле пять раз, чем в дилерском центре. Можно приехать сюда на Суриковый 11. Я вас умоляю, только после ДТП не делайте глупости. Сразу машину не отвозите в дилерский центр. И не подписывайтесь под их условиями. Потому что всегда есть возможность, ну, по крайней мере, в случае сказка, деньги заработать. То есть вы после ДТП получаете нормальную страховку, а потом уже делаете автомобиль задешево. Причем не угорая в качестве. Куда приехать? Есть такое местечко. Вы доезжаете до вододопорной башни по Комсомольскому. И потом на улицу Суриковый поворачивать по хорошему асфальту. И здесь ремонтируетесь. У того человека, кто не гонится за евро. Ну, не надо для сервиса евроремонта. Не надо. Достаточно головы и хороших рук. Такой текст, конечно, сейчас мало кто знает. Но было время, когда все знали. Вот он. Весь мир насилия мы разрушим до основания. А затем мы наш, мы новый мир построим. И эта тема как нельзя кстати по отношению к автомиру. Ну, сеть автомир разрушат конкуренты. А мы про то, как страдали автовладельцы. А теперь страдают владельцы дилерских центров. Про жестянку и покраску. Слава богу, народилось и образумило поколение тех, кто понимает, что машина это по сути консервная банка. Если грамотно тянуть в нужную сторону, то косяки можно исправить. И это не стоит денег за требуемых дилерским центром. То есть жестянщик или маляр, взращенный на почве тотального обманоса, понимая реальную стоимость работ, а это максимум 30 тысяч за полную покраску машины, без краски, образумив, уходит от алчного хозяина и сам спокойно делает 5 машин в месяц и получает достойные деньги. И вот вам коллапс всех автоцентров. Умный владелец помятого автомобиля ищет, где дешевле, да и находит. И частник рулит. А вот теперь про качество. Как только хлопнул очередной кризис, я отказался от услуг тех, кто просит рекламировать сервисы. Да потому что автостоп это бренд, бренд качества и символ веры телезрителей в неподкупность автора. Автора действительно не купить фуфлом. Автора можно очаровать человечностью, правильностью и честностью. И только один человек из сотен жестянщиков и маляров соответствует этим критериям. Только один. Вы, надеюсь, намек поняли. Или надо и далее разжевывать, кому единственный автоколлекционер города доверяет свои машины. Да это хорошо, что мы переломали цену. Так оно и должно быть. Хватит людей дурить. Вот, допустим, машина впала в переделку. Мы не будем говорить конкретный автомобиль, да? Что человек должен понимать? Как не надо бить свой автомобиль? Не надо его бить от бампера до бампера. Чтобы там хоть между ними какое-то пространство оставалось. Чтобы его можно было восстановить. То есть мы говорим, что по сути не существует... Точнее, ну, редко случается такое, что машину просто невозможно восстановить. Ну, случается, конечно, когда остается только снять вот два бампера, а все, что между ними, поставить новое. Но все остальные случаи поправимы. Если это, ну, не сильный удар, примерно, допустим, поцарапано корыло, не порвано, сколько его стоит отремонтировать? Покраска у нас начинается от двух тысяч. А ремонт там все уже зависит от повреждения. То есть я вот пересчитал, допустим, все детали. То есть полная покраска автомобиля, это, ну, почти 30 тысяч рублей. То есть не так уже дорого, да? Кто-то там пулит и 180 тысяч за покраску. Да, покраска у нас от 30 начинается. То есть нет такого космоса, ушибающего мозги? Нет, таких нет. То есть нам без разницы. Это Жигули или Мерседес, то есть детальки, они все из железа одинаковые. Жигули вы делаете сегодня и буквально сейчас, потому что запчасти есть. Что с аномарками? Ну, с аномарками посложнее, нужно заказывать, когда где-то две недельки приходится ждать запчасти. А если это, допустим, что-то такое, что можно купить через интернет и еще и подешевле? Потому что часто так получается, что машина приезжает на сервис, говорят две недели, а в итоге заканчивается полгода. Ну, у нас таких случаев я не припомню, не было такого. Запчасти мы заказываем, когда бывает БУ заказываем, бывает новое. Ну, в течение двух недель обычно все приходит. А БУ получается во сколько раз дешевле? Ну, все индивидуально. От марки автомобиля зависит и от того, кто это продает. Тут как договоришься. Потому что люди мне говорят, ну, привези, допустим, мне подушку безопасности новую. Я говорю, зачем тебе новая подушка безопасности за 70 тысяч, когда, используя голову, можно привезти и подешевле. Да, можно переделать все это вообще из другой марки автомобиля. Сейчас уже и на нашей машине делают подушки. То есть декоративные вещи тоже все в салоне все это делают руками. И то, что понравилось нашим зрителям, это возможность проконсультироваться. Да, вы можете, пожалуйста, поехать в дилерский центр. Там вчерашний автослесарь вам отремонтирует машину, потому что жестянщики опытные уже обзавелись собственными бизнесами. То есть тут надо понимать, что опытный жестянщик, ну, как вы, например, не хочет кормить бухгалтера, директора, учредителя, жену учредителя, внуков учредителя. Зачем, когда все можно делать своими руками? Да, это правда. По поводу консультации, то есть можно позвонить на мой номер, я подъеду там даже на место ДТП или после, куда удобно, на стоянку, и проконсультирую, как будет автомобиль ремонтироваться, где что покупать, каким образом все это потом будет делаться. Потому что я видел тех людей, которые в шоковом состоянии после общения со специалистами дилерского центра, ну, скажем так, получили больше удовольствия общаясь с вами. Было и такое, да, нам тоже приятно. Да, мы живем в мерзкое время. И пока вы смотрите на то, как из мерзко обезображенных автомобилей получаются конфетки, поразмышляем о том, как получить удовольствие в процессе изнасилования. И так нас насилуют страховщики. С милыми такими скотскими лицами. Я просто помню в то время, когда по магнитке люди перемещались аккуратно, понимая, что попадут на бабки в случае ДТП. Нет, конечно, можно быть и дебилом на голубом кредитном Туареге, закрытом страховкой. Но хлопнешь баранчик в пальце растопыренной, и будешь виноват. И денег не хватит ни на свою, ни на чужую. Это, к слову, Аказка и ОСАГО. Опытом своим поделюсь. Кредитный новый автомобиль, как правило, привязан к дилерскому центру, с самым дорогим обслуживанием. И самым никаким. Но вы же вправе, получив по фирменному прайсу, действительно сделать автомобиль в 5 раз дешевле. Кстати, в большинстве случаев ОСАГО вполне на такой финт тоже хватит. Намек куда ехать, надеюсь, понятен. Теперь про разбитые лица и прочие части. Да ну не гоже нам в нашем красивом городе ездить на помятых автомобилях. Это же не Каир и Бомбей. Мелкие костки здесь делаются на раз-два. И за 2-3 рубля, в смысле за 2-3 тысячи. Ну максимум 10. Если это в полбочины сделать надо. Да потому что мне лично западло ездить на мятом автомобиле. Не знаю, как вам. А вот так вот. Не увидите вы никаких других жестянщиков в моей передаче. Почему? Да потому что я настолько люблю свои автомобили, что способен дободаться до любого изъяна. То есть не надо мне нервы портить и говорить, что кто-то круче Паши Базарова умеет делать автомобили. Проверил я. Всех проверял. Косили, косорезили. Все. За исключением одного человека. Теперь вы знаете, на каком сервисе, точнее на каком боксе, точнее на каком заведении я поставил свой личный знак качества. Вы можете, конечно, пробовать и ездить, но у меня 5 автомобилей. В моей жизни их уже десяток было. Больше никому я не доверю. То, что для меня, ну, не так давно было дороже всего на свете. А сейчас, ну, сыночек, вон он бегает, удивляется и учится, как грамотно ремонтировать автомобили. Потому что, ну, болтать одно дело по телевизору, а уметь что-то делать, это другое.